Всем огромный привет! Сегодня хочу снять видео о покупках, так как покупки накапливаются. Я уже, честно говоря, забываю, что я успела купить. Покажу совершенно свежие покупки, которые были совершены к 8 марта в качестве подарка. Те наборчики, которые я купила для подарка другим рукодельницам, я, конечно, показывать не буду. Ну, а то, что я свои закрома купила, я сейчас покажу и скажу буквально пару слов о каждом, что, зачем и почему. Я купила несколько наборчиков фирмы РТО. Меня очень устраивает комплектация этой фирмы. И мне нравятся дизайны, которые они рекламируют и которые они выпускают. Я долго размышляла насчет этого наборчика, который называется «Верные друзья». Такой детский сюжет. Я просто тащусь от этого детского сюжета. Честно говоря, мне, конечно, такой сюжет никуда не годится. Здесь вложена канва. Но так как здесь не полная зашивка, то я думаю, что придется поменять на равномерку. Но я купила этот наборчик на будущее. Я думаю, что когда у меня появятся внуки, мне очень хочется надеяться, что это будет не за горами. Я обязательно вышью вот таких интересных зверят, потому что сама неровно к ним дышу. Следующий наборчик, который я приобрела, это был наборчик «Мой добрый лис». Опять же, я достаточно долго размышляла брать его и не брать, потому что я не совсем представляю, куда я смогу его оформить. В виде картины или какой-то прикладной вещички. Но этот лис мне очень нравится. Мне кажется, он в какой-то степени отражает и мое состояние. Вот эту пятнистость. Весеннюю пятнистость, скажем так. Меня привлекает сам этот дизайн. И может быть не просто из-за того, что это лис, а именно вот сочетание цветов, сочетание красок в этом сюжете. Лично для меня очень привлекательный. Поэтому все-таки решила взять здесь наполнение такими цветами и опять идет канва. Но так как здесь полная зашивка, канву менять не буду. Лис, в принципе, небольшой. 20 на 14,5 сантиметров. Поэтому вполне может сгодиться на какую-нибудь прикладную вещичку. Я даже думаю, что, скорее всего, это может быть косметичка. Или какой-нибудь чехольчик для документов. Мне как раз очень нужен такой. Этот набор был куплен... Потому что он имеет достаточно большие размеры. 35 на 69. Я как раз в очередной раз подбирала какие-то сюжеты, какие-то дизайны, которые я смогла бы вышить. И они бы у меня хорошо легли на мой аптечный ящик. Так как мы ящик поменяли, он стал чуть больше. Мне приходится что-то подыскивать большего размера. Ящик у меня 30 на 60. Этот дизайн, конечно, больше моего ящика. Судя по размерам, указанным производителям. Я знаю, что, конечно, эти размеры учитывают и оформление. Поэтому, скорее всего, этот дизайн будет покороче. Но даже в этом случае я решила, что я буду менять канву. Здесь идет канва 14 каунта. У меня был в запасах лен 18-го Эдинбург. Поэтому я буду, скорее всего, брать лен 18-го каунта и буду отшивать этот дизайн в одну ниточку. Я думаю, что и дело пойдет веселее и меня больше устроит тот размер, который в итоге получится. Именно этот дизайн маков был выбран моим мужем. Я спросила, как тебе маки. Он сказал, очень даже приличные. Хотя, честно говоря, я сама бы маки, может быть, и не выбрала. Так что это благодаря ему. Всем известная новинка девочка Илань, которая была представлена на выставке зимой, теперь уже прошлогодней, можно сказать. Мне этот дизайн видится на подушке в машину. Вот, мне кажется, это очень хорошая будет подушечка. Набор комплектуется луганой. И луганой не белого цвета, а вот такого кремового цвета. Очень насыщенного. Мне кажется, для подушки будет очень и очень хорошо. Но когда вышью, тогда уже посмотрю, как подобрать ткань. Заодно я купила и задник подушки, но я думаю, что он в данном случае не очень подойдет, потому что задник простой. И еще один наборчик, который, опять же, куплен с мыслью на кухню. Так как маки у нас идут в более такую насыщенную красную гамму, а кухня сейчас у меня более в голубую. Если будет разбавляться теми маками, то будет еще что-то добавляться. Но вот в данный момент вот эта гамма как раз подходит не больше. Этот наборчик называется «Акварель ромашки». Он 30 на 40 сантиметров, что очень неплохо, потому что всегда можно добавить какой-нибудь тканью компаньоном. И мне кажется, получится привлекательно. Здесь полная зашивка. Конва «Цвайгард» 14 каунта. И выполняется крестом в две нити. И больше ничего нет. Только здесь сплошной крест. Наверное, хорошо было бы парковку. Попробовать опять же в очередной раз. Я давно мечтаю попробовать настоящую парковку, не так кусками, а вот. Ну, посмотрим, как получится. Мне кажется, вот на этом дизайне как раз она подойдет. Конечно же, я не могла остаться равнодушной к миниатюркам. Тем более к таким няшным, какие выпускает чудесная игла. И вот несколько миниатюрок пополнили мою коллекцию миниатюрок. Первая из них на крыльях любви. Вот эти, мне кажется, у них новые миниатюрки с таким зайчонком. Достаточно маленькие. Это 8 на 11 улетаю. Взяла этого зайчика во всех видах, какие были, для того, чтобы, возможно, составить панно. Пошли со мной. Опять же, такой детский сюжет. Он детский сюжет, но при этом очень и очень милый. Топ-топ. Тем более, все это чудесная игла. И я точно знаю, что у них дизайн вышитый должен точно соответствовать картинке на обложке. Во всяком случае, так было всегда до этих пор, как я вышивала чудесную иглу. Утопаю в любви. Столько сердечек. Прелесть просто. Зайчика-дуванчик. Они все такого небольшого размера. Вот этот, например, 12 на 13. Те были 10 на 11. Ну, я думаю, они еще как бы прибавляют на оформление немного. Очень симпатичный сюжет. И из всех тех хомяков, которые сейчас обретают все большую популярность, я выбрала одного. Вяжу на заказ. Вот этого домашнего и уютного хомяка. Хороший няша. Я думаю, вполне пойдет на мешочек для каких-нибудь рукодельных ниток, например. Или для вязальных ниток. А может быть на мешочек для спиц или для иголок. Ну, вы знаете, что фантазия может завести куда угодно. Сюжет 12 на 12. Он прекрасно подойдет. Следующие покупки были сделаны под влиянием Елены Цвет. Так как мы вместе с ней совершали эти покупки, я посмотрела, что она берет, что она кладет в корзину. И вспомнила, что я тоже это хотела. Я сейчас говорю об этих наборах очередной мытия. Это черника. Наборы в смешанной технике вышивания нитками и бисером. Если не отсвечивает, то, наверное, можно увидеть бисер. Я видела в отшиве эти наборы. Ну, не именно эту чернику. Вообще наборы этой серии, по-моему, сливы были, клубника была. Я видела их в отшиве. И они очень симпатично украшали кухню. Вот они мне тоже понравились. И крыжовник. Такая же абсолютно техника. Бисеры, ниточки. Несмотря на то, что очередная мыть разочаровала со своей комплектацией, Лену она вышивала уже... Что это мы с ней брали? По-моему, вишня со стрекозой. Не помню, как называется точно. Она уже вышла. У меня еще пока лежит. Я дам ссылочку. Если интересно, посмотрите на этот отшив. Там было много нюансов. И как она выкручивалась в этом положении. Но надеюсь, что с этими наборами будет попроще. Так как, мне кажется, бисером проще вышивать. И вот это тоже покупка под ее влиянием. Так как она брала краски для батика. Холодный батик. Меня как раз очень интересует окрашивание конвы. Или основы для вышивания. Может быть, это равномерка. Я поэтому, глядя на нее, тоже прикупила такой комплект. Я думаю, это основные цвета красок. Их не нужно будет застирывать. Здесь сказано, что требуется только покрасить и прогладить. И это контур. Контур по тканям. Надо будет обязательно попробовать. Так как меня сейчас очень интересуют всевозможные цветные основы. Мне хочется разного цвета. Даже если взять гамовскую равномерку. Ну, та, которая будет подешевле, чем цвайгард равномерного переплетения. То я думаю, что можно попробовать будет окрасить этими батиками конву. Ну, посмотрим, что получится. И еще одна покупка была сделана в этом магазине. Всего лишь один кусочек ткани. Мне очень понравилась эта расцветка. Универсальная, я бы сказала. При этом сочетание цветов очень красивое. И вы знаете, с этой тканью случилась интересная история. Так как я заказывала еще в интернет-магазине покупки шелковая игла. И как раз... Почему шелковая игла? Шелковая нить, если быть точнее. И как раз я заказывала ткани, которые хотела попробовать. Это равномерное переплетение. Эти ткани называются трента. Одна из них такого яркого голубого цвета. Трента это ткани равномерного переплетения. Тоже цвайгард. Но в составе здесь хлопок в сочетании с модалом, по-моему. То есть такая полухлопковая ткань. 14-й каунт в итоге. Здесь проглядывают такие ниточки, которые имитируют лен. Как бы неравномерные по толщине нитки. На этой ткани я уже вышивала сюжет. И те, кто следит за мной в инстаграм и вконтакте, те уже видели. Я уже выложила вышитый сюжет. Но о нем я буду рассказывать в своем рукодельном дневнике. Показывать свои работы отшиты и продвижение. Поэтому там вы увидите поподробнее. Вы посмотрите, как идеально у меня сочетается эта ткань с этой клеткой. Ну просто один в один с голубым оттенком, который здесь присутствует. Я была поражена. Но мало этого. Так как я брала еще один цвет. Тоже Трента. Вот такой салатовый весенний цвет. И к моему удивлению, вот это сочетание тоже просто идеальное. Здесь есть и зелень. Полоски зеленого цвета, желто-зеленого цвета. Я не знаю, будет ли видно. Обычно на камере очень трудно определить, видно или нет. Вот. Но сочетание, опять же, идеальное. То есть я вообще просто в шоке была, когда увидела, что совершенно независимо друг от друга были совершены эти покупки. Но насколько они сочетаются. В моем случае это очень удачный вариант. Так как вы знаете, что я очень люблю сочетать вышивку с всевозможными тканями. Пока я в основном шила обложки на еженедельнике. И еще всевозможные мелочи. Но вот мне как раз очень понравилось то, что это так сочетается. А к Тренту я еще взяла на пробу вот такую ткань, которая называется Трентина. Это такого же состава ткань, как Трента. Ее рекламируют, если интересно, вот номер этой ткани. И ее рекламируют как компаньон тканям Трента. Трента с Трентина. Ну, как-то вот таким образом. Возможно. Тоже, мне кажется, очень интересно, если вышивку попробовать на такой неоднозначной ткани. В клетку. Тоже должно получиться что-то интересное. И взяла еще один кусочек Луганы. Я ищу голубую Лугану. Вернее, голубую ткань такого равномерного переплетения. Ничего не было. К сожалению, к 8 марта все скупили. Но вот такой холодный оттенок, очень-очень бледный. Голубой. Мне достался. Это кусочек Луганы. Тоже совсем небольшой. Что касается тканей. И в шелковой нити я еще прикупила себе крейник. Сейчас покажу, какие цвета. Я взяла несколько базовых оттенков. Это, конечно же, золотой, серебряный. Такой. Даже не знаю какой. 25 номер. Такой синеватый, что ли. Синевато-голубовато-белый оттенок. И зеленый, и красный. К сожалению, зеленого, по-моему, восьмерочки не было. Это только девятка. Но это считается более яркий оттенок. И он темнее, чем восьмерка. Мне хотелось больше в зелень. Такой насыщенный зеленый цвет. Но, к сожалению, его не было в продаже. И кроме этих базовых цветов, я еще взяла вот эти цвета. Вот. Мне было очень интересно попробовать. Такие карамельные цвета. И эти цвета, которые светятся в темноте. Из этой серии. Сейчас покажу номера. Если будет интересно, кому-то посмотрите. Вот они. Сини с буковкой F. Флуоресцентные, наверное, как я понимаю. 50... Если не сфокусировалась, прочитаю. 51, 52, 54 и 55. Вот эти ягодные, фруктовые цвета. Здесь лимон, грибфрут, апельсин. И еще что-то. Щербет, по-моему. Или... Уже сейчас не могу вспомнить. Тоже решила попробовать. Ниточка, кстати, очень похожа на капроновую ниточку. То есть она такая жесткая. Вот мне интересно, как будет она ложиться в вышивке. Конечно, это пойдет на акценты. Ну, я думаю, что в самый раз попробовать. Это, пожалуй, все покупочки, которыми мне хотелось поделиться на сегодня. Всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения. И всем до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!